Жень, щука приходила. И что говорит? Говорит, что все в отпуска уехали. Блин, есть, есть, есть. Есть, щука, вот это науку. Ох. Ребят, всем привет. Мы, короче, с Таней завтра едем на рыбалку за щукой. И я уже ее жду, короче, и купил ей подарочки. Точнее, подарочки не я купил, а от подписчиков, от вас. Точнее, от конкретного подписчика. Ну ладно, сейчас покажу вам все. Вот Таня идет, сейчас ее реакцию засниму. Тань, я поснимаю, ты не против? Ну, поздоровайся с ребятами. Всем привет. Я тебе подарочки купил. Из магазина рыболовного. Смотри, что. Блин, Жень, ты охерел, что ли? Жень. Не знаю, сколько она стоит. Таня, знаешь, что самое интересное? Подожди. Во-первых, она вот здесь должна закручиваться. А во-вторых, знаешь, что самое интересное? Что? Что подарочек-то, я тебе его купил, но за денежки-то не свои. Опять кого-то избил? Да нет. На самом деле, подписчик Алексей с Калининграда прислал денег на развитие канала. И я решил, что это... На моё развитие у тебя, знаешь, на моё умственное развитие. Есть вариант? И, короче, я решил, Алексей, денежки твои потрачены были не на какое-то либо там гуляние, там отдых, а реально вот Таня поехал и купил катушку. Потому что, ну, на самом деле, для Тани куча подарков в этом выпуске будет, ребят. Вы офигеете. Но Таня уже знает, какие. Компания Норстрим прислала спиннинг Ниббл серии Ультралайт 1.2.9 грамм. Короче, завтра будем тестить. Мы сейчас на дачу, к родителям Танинам отдыхать. Там сейчас шашлычки. А с утреца уже встаём в 4 утра и на рыбалочку. Доброе утро. Птички поют. Столы накрыты, умывальник готов. И мы на месте. Женечка. Да, Таня, не стал. Женечка. Мы приехали на рыбалку. Отдохнули с родителями. Приехали на рыбалку. Женя лазает в пакетах. Просто Тань, куча, куча подарков тебе, реально. Как тебе, не только тебе, нам. Короче, пипец. Сейчас мы собираем второй лайтовый спиннинг. Наконец-таки все писали, купи ты ей спиннинг, нормально. Я уже свой отдал Тане, но все-таки в итоге не купил, а прислали на тестирование спиннинг фирмы Nord Stream. Ниббл. Ну, сейчас будем пробовать и говорить свои впечатления. Еще, ребята, у нас на него я наматываю плетеночку Intech. Тоже, кстати, ребята с компанией Intech посмотрели, что мы ловим на Ахтубе, на вертушке. И говорят, ребята, есть силикон. И прислали нам силиконы. Короче, вот такие вот трехдюймовые, четырехдюймовые приманки. Ну, что сказать, силикон, он съедобный вот этот, он с запахом офигенным. Я открывал, уже дома смотрел. Вот. Доступный, дешевый. Что говоришь ты? Не, да просто смотри, сколько цветов разных. Ну, разные, да, цветовая гамма, то есть, ну, в принципе, все должны быть рабочие. Вот эти вот оранжевые, ооо, я думаю, щучки будут на Ахтубе работать. Да все, вот этот зеленый, он любит зеленый с красным, это можно и судачка половить. А их можно съесть? Тебе нет, а рыбкам, да. А что, они съедобные? Да, да, да. Вот. Ну, для рыбы съедобный силикон. Ну, рыбаки, я не знаю, Таня, тебе непонятно, как съедобный силикон. Вот, запах офигенный. Я тоже отпробую сегодня. Вот. Значит, ну, это пока что оставляем до Ахтубы. В следующий раз на моторе на Ахтубу поплывем. Плывем или как правильно, пойдем, наверное. Сейчас на новую катушечку намотаем шнур. Шнур, значит, у нас будет 1,2, 1, да, 1,128, разрывная нагрузка, 4,5 килограмма. Ну, нам вполне хватит для данной местности. Единственное, что нужно, наверное, на катушку было подложку сделать, но поскольку мы собирались очень-очень быстро, все, как всегда, в попыхах, выходной один за семь дней, поэтому, собственно, ничего не подготовились. Вот. Аккуратней там с моей катушкой, пожалуйста. Хорошо. Вот. А на конец, после плетни, конечно же, ставим флюрокарбон. Тоже тема такая, то, что подогнали нам, подогнали нам флюрокарбончик вот такой вот. Типа, я на самом деле, вот с флюрокарбоном, я могу сказать, я уже покупал раз за 3-4 разные флюрокарбоны, экспериментировал с диаметром, все. Потому что, кто видео мои смотрит, там на жерлице щуки срезают его, щуки, короче, перекусывают. То же самое на спиннинг. На спиннинг реже перекусывают. Но, тем не менее, 0,4 тонко, 0,5-0,6, он уже как канат. Короче, взял в этот раз 0,45. Вот, 0,45. Интересно. Флюрокарбончик. Интересно. Вот. 100% изготовлен теперь в Европе. Вот, даже написано, made in Европа, 100% флюрокарбон. Вроде в Польше изготавливают. Вот. Ну, собственно говоря, будем пробовать его. Я почему-то думаю, что, наконец-таки, я попал, попал с выбором флюра. Вот. Что еще сказать? Ну, короче говоря, ребят, всем, кто вот эти вот нам подарочки прислал, Таня и я говорим большое спасибо. Ссылочки все оставим в описании. Сейчас быстренько я все это наматываю, подготавливаю Тане спиннинг. И мы в бой. Ловить будем, естественно, сегодня. На что? На Мэпсик. 150 рублей. 150 рублей. 150 рублей. Прикупил я прям. Ладно, Женя, уже на воду надо. Давай быстрее. Все, все, все. Нет, ну, блин, Таня. Ты думаешь, это кому-то интересно? Конечно, интересно, на чем мы ловим. Ну, вот, мне кажется, поинтереснее показать кухню зеленого оттенка цвета. Цвета голубой волны. Либо вот стол. Посмотрите, какой стол смастерили. Помните, наше видео здесь? Его не было. Вот, и свеженькой... Свеженького древесины. Видите, люди сделали все, оставили. То есть, приезжаешь, преемственность поколений. Умывальник, стул, стол. В общем, супер. Вот. Илюха уже в воду сходил. Она зеленая? Да, она уже зеленая. То есть... А, тут, глянь, тут какая-то музыка у кого-то играет. Слышишь? Слышу, слышу. Рыбаки, что? Это какие-то не рыб... Смотри, какая это красота. Это какие-то не рыбаки, которые музыку врубают на воде. Ты просто посмотри. Слушай, наверное, ты пока что попробуешь половить на свой... Да, Жень, это кому прислали? Нам. Нет. Нам. Нам это прислали. Отдай. Нет, я дам. Отдай. Блин, ну это, конечно, не вот этот вот мой зиоджик был. А, вообще-то, кто купил зиоджик? Танечка подарила. И что, он не такой? Хороший. Какой он? Хороший. Не, ну просто, это, блин, китайцы 100% на этот Касуми, потому что это рафер, по факту. Вот. Но только качество получше. Вот. Ну попробуем, что, попробуем. Короче, мы становимся, кстати, мы с тобой профессионалами. Раньше, ребят, у меня был спиннинг 5.25 рафер за 700 рублей. И, короче, я им вот это вот 2.70, 2.70, внимание, вот так на берегу встаешь, так, пух, и рыба такая распугалась от того, что ты шуганул этим спиннингом, и вся убегжала. А тут, конечно, мы уже... Это почему я раньше такой злой был? Потому что у меня юз-пед не было. Нет, потому что у меня спиннинга не было. Да, сейчас у нас все. Тут, конечно, стоит катушка Кайда. Кстати, спрашивали меня в комментариях. Дифер 2000-ая Кайда катушка. В принципе, второй сезон юзу, ну, неплохо. Ну, блин, ну, китайцы, ну, что, все понятно, вот. Конечно, уже хочется. Ну, ты каких у нее трофеечков? Я не спорю, она свое дело делает. Но по ощущениям на рыбалке, конечно, хочется. Хочется хороший, качественный товар. Вот такая система будет, ну, на то же самое. У меня как идет? Вот идет плетня, а здесь идет поводок из флюрокарбона. Но здесь его уже, он маленький, я буду делать длиннее. Я сантиметров 25-30 делаю. А вот ожог от выхлопной трубы не идет тут? Причем сначала он был вот такой ожог. Говорит, попробовал, говорит, обжегся. Решил по-другому подлезть. Подлез по-другому. Короче, уже месяц проходит. Ну, ничего, в трампункте был, температура 38. Все как положено. Все в лучших традициях Хантера 34. Блин, Жень, тебе еще лодку качать быстрее. Лодка у нас проблем. А, у тебя качок сломался? Полностью. Что-то его ртом надавать ее будешь? Не, руками, как на гармошке играть качком. Давай тогда я буду наматывать, а ты... Я тогда буду готовить с Настей, а ты готовь судно. Все, ладно, ребят, как спустимся на воду, будем включаться и показывать, как мы ловим наших трофеешечек. А что ты меня не сфотографировал? Сейчас сфотографируй. Нет, не снял, не снял. Я же еще не говорила никому доброе утро. Как не говорила? Это что, утренняя зарядка? Да. Мощная. Ладно, все, включимся на воде. Даже встречи на воде. Рогатка. Так, что я уже в лодочку забрался. Татьяна корящица. Сами знаете, ребят, как это бывает. А бывает это очень весело. Ха-ха-ха. Сейчас специально вставлю, как ты в тот раз спускалась к воде, к лодке. Здесь сейчас ступенечки, все нормально. Все, шар в лузе. Не, ну что, рыбка плещется. Погодка прекрасна. На что мы рассчитываем? Мы рассчитываем на шуючек. Какого размера? Такие, да? Да. Все, начинаем, Тань. Что, я с первой набросываю? Не знаю, с какого. Это вообще очень страшно, она вообще не ощутимая. Легенькая, да? Да. Там мои подружки прилетели. Это чайки-ка. Буси-гагарочка. О, трава. Ничего. Оп. Трава, наверное. Оба. Есть, есть, есть. Первая красавица. Ой, ребята. Долго, долго. Ой, что это она? Или это я просто... А, это... А, малюська, малюська. Что, Тань, подсачивай? Да так возьмем. Ой, красотка. Есть. Ну, какая миленькая будем отпускать. Да, Тат? Да не, не, слишком маленькая. На сушку осенью, если что, наловим крупнее. Красотка. Не, ну хоть порадовала поклёвочкой. Неактивная рыбка сегодня. Опа. Какая бойка. Пускай плывёт. Подрастает к осени. Сейчас она наестся. Малёчков. Опа. А Таня у нас что поймала? Таня нам травушки принесла. Так, ну всё нормально со снастями-то. Просто она неактивна. Трудовая сегодня будет. Трудовая. Щука будет. Куда кидал? Куда кидал? Вот где плывём, сюда кидал. Чё, отплыть? Таня, давай побыстрее. Ну где-то в сторону вот этой коряки, которую плавучий кинул. Ну если ты не в сторону, я не кинул. Возьмём корягу эту на бордаж, да? Давай, Таня. Ого. Ну, почти. Так я почти в неё попал. Чё ты думаешь? О, о, о. Мелкая, видела, щучка как? Играет. Женя, у меня жёсткая. А у меня мелкая. Давай-давай, Таня. Я свою брошу пока что. Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. О, хорошее-хорошее. Женя, ты меня сейчас перевернёшь. Да ничего не перевернул. Да не вытаскивай так высоко. Ну, ты просто меня сейчас перевернёшь с лодки. Да ничего не переверну, я тебя успокойся, поднимай давай. Всё. Татьяна щукарь в деле. Блин, меня чё-то не убил ты. Чё, испугалась, Таня? Ну, конечно, ты меня перевернула, но я, по-моему, над водой воню. Ну, чё, рыба в пацаке. Фух. Трудовая рыба. Трудовая, трудовая. Она два раза на меня нападала. Тоже два раза? У меня тоже два раза. Но у меня вообще маленькая. Чё она там? Ой, ещё сидит. У меня вообще вон шнурочек какой. Карандашик, это не шнурочек. Карандашик. Ой, как ты заглотила, дурёха. Куда ты так? Фух. Ну как, тоже отпустим твою? Тоже не маленькая. Ну да, небольшая. Блин, ну как её вот оттуда вытащить? Твоя там, кстати, не сильно запуталась, а моя сильно. Так, ладно. Инструмент. Инструмент нужен. Да ладно, давай сейчас твою выпутаю. Потом буду своими заниматься. А ты уже... Всё, спиннинг открыт. Разловила? Разловила, Снасть? Первая щучка, но наш спинник. За женщин всех поймала щучку я опять. За женщин всех. Аня, кадр, блин. Свечка. Ну да, слушай, правда оказалось побольше. Давно я уже не испытывала вот это вот приятное ощущение. Поклёвочки? Борьбы? Ну, как сказать, нет, не борьбы. Ну, борьба дай. Не, ну чё, на подлодочку уходил у тебя. Да, ещё сестрики не прыгал. Испугалась. Ну, последняя моя рука была на лодке с мотором, а там дно посерьёзнее. Я открыталась. Всё, я знаю, клёвое место. О, выпутал. Ну, ничего, вроде бьётся хорошо. Сейчас пойдёт. О, всё, уже дёргается. Опа, всё пошло. Отлично, отлично. Правда, ещё жарёшку не поймали, да, Тань? Или как ты там, девочкам на пивко? На сушечку? Ничего. Ещё не вечер. Тань, чё там у тебя? Да, блин, у меня щёлка, мне кажется, захерачивает. Блин, а почему так можно зацепить? Да не знаю, чё-то намернуло, глухой зацеп. Не тяни сильно. Плывём. Коктейли свежих водорослей? Коктейли свежих водорослей. Короче, ребят, мы проплыли просто вот оттуда. Я не знаю, сколько, километра два, нафига. Ну ладно, вру, километр. Километр точно проплыли. И нифига. Ну как, вот сколько мы поймали, Тань? Трёх, четырёх? Трёх. По-моему, там двух я, одну ты, и здесь одну, да? Или здесь одну я не поймал? Не-не, поймал, когда помнишь, что это забросил. Ну, короче, ладно, ребят. Четыре маленьких-маленьких щучки. Сейчас будем менять ерек, потому что... Какие мои предположения? То, что здесь вода нагрелась и не успела остыть. А сейчас у нас ночи холодные. Может быть, в маленьких ереках она успела остыть, вода. А когда вода остывает, у щуки, естественно, появляется жор. И будем надеяться, что моя теория сработает. Сейчас перекусим, лодку на крышу закинем. А жрать же нечего. Жрать я сосиски. Мы же сосиски там купили. Сейчас сосисочек поедем. Тань, как спиннинг-то? Спиннинг разловила одну щуку, но жрать нечего. Жрать нечего, в плане с собой еды не взяли. Не подумайте о том, что мы там за едой ездим, за щуками. Да. Отпускаем все. Не, самое интересное, мы заметили такую тенденцию. Теперь вот этот спиннинг, на который мы всегда ловили, вот этот косуми-зиоджик, для нас стал не лайтовым. Вот этот лайтовый. Он, конечно, и легче, он и более чувствительный. Короче, совершенству, походу, нет предела, да? Да. У щуки нет предела. У щуки нет предела. Сейчас поедем, поймаем. Поймаем-то? Поймаем, конечно. Так, решили подсушить немного лодочку. Стол нам пригодился. Что у нас сегодня? Кукурузка, бандюэль, кетчуп. Колбаски полукопченые пражские. Что, тебе не нравится? Это на самом деле, ребят, мы с Женьком ездили, ну, скажем так, на рыбалку, вот, и закупились по-быстрому, там, набрали кукурузы, вот, для это, для сазанчика. Там колбасок много, хлеба много. Ну, короче говоря, собирались надолго, а в итоге получилось, что быстро уехали, там, я ничего особо не поснимал. Один сазаняк у меня клюнул, прям, вот, удочку прям, ба-бах, вот туда, вот так, дух-дух-дух, и все, короче, ну, с лодки. И нифига не, это, не поднял я его, не смог поднять. Вот, ну, это ладно, на сазану в следующий раз поедем. Надо уже с Таней ехать, чтобы она все-таки почувствовала эту мощь. Вот, а сейчас лодку закружаем на крышу, точнее, сначала перекусываем, лодку на крышу и на маленькое озерцо. Вот, все, всем тоже приятного аппетита, кто там кушает, может быть, потому что я люблю YouTube смотреть, когда кушаю. Давай. Так, ты что, тебе места мало, что? Вот, такие дела. Давайте, погнали дальше. Это целый зонт, они, грибы. Смотри, какие грибы. Офигеть, а что это за грибы? Да белые, похоже. Может, это поганки? Не, 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 это не поганки, точно. Блин, а тут змеи есть? Так, смотри, ездить. Короче, ехали, я прям с окна увидел, глянь, как у нас лодка, покажи. Я, почему ты ездил? Это под дубовики. Ну, это белые, да? Под дубовики. Блин, мне... А-а-а-а! Палочка упала на голову. А мы, короче, рыбачим, а там столько народу грибы собирает. Что, все? Поехали. На самом деле... Мы уже уехали, иди сюда. Блин, ну он подгнил уже. Ой-ой-ой, вон еще. Вот еще, глянь, что-то они уехали. Ну, это ладно, он подгнил, видно его, он, видишь, какой темный, мягкий, фу, да. Вот, смотри, так. Два, нафиг. Два, три. Третьего. А-а-а, это синенькие, вот эти, которые вымачивать надо. Ну, мама уже знает, как их готовить. Вот еще два. Вот у нас пойма какая. Ой, красота. Ой, а это, послушай, а это похоже на белый. А, хотя нет, тоже этот синенький. Окей, да, ты когда так делаешь, они синеют. Блин, глянь, тут они уехали, а. Куда идем мы с пятачком? Пожар, пожар, все, конечно. И не расскажем мы о нем. О, да, погнали. Пятачок. Ой, о, 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 ой. О, 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 ой. Порвался? Нет, я же заклеил их. Я на этой речке в этом году ловил щучку. Небольшую. Билось очень много, но не бралось тогда. Сейчас попробуем, что будет в этом году. После половодия, точнее, что будет. А-а-а. Ну, давай попробуем. Блин, и ветер поднялся, собака, я груз не взял. И ветер поднялся, вот как так. Да. Мощнейший. Мощнейший. Приплыли, вот здесь надо уже пробовать. Здесь щуки по 7 килограмм, Таня. Куда, туда? Да вон туда. Да я просто подальше специально, чтобы нас тут потесло. Чуть-чуть, да. Слушай, ну здесь речка так шире, чем мы там были, да? Я говорю, на небольшую поедем речку. Не, ну, она по длине меньше, конечно. О! Есть! Офигеть! Глянь! Я только дернул. И что-то взялось. Ну, походу, окунь. Потому что на скорость. Да, и трясет башкой, как окунь. Что это такое? Окунь, окунь. Ох-ох-ох. 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 Я говорю, на скорости взял, прикинь. Я не мог завести приманку. О! Какой окушок. Зимой бы вообще был за радость. Ай, красота. Тише, тише. Так, да отпущу я тебя. Не дергайся. Ай. Красавчик, красавчик. Хороший окунь, да. Вот такой вот. О! Хе-хе-хе. Давай, Тань. Щелбанай ему. Хе-хе-хе. Глянь, как распушился. Красавчик. Ну, не красивый, а? Скажите. Вот, блин. Зимой таких подергать. А! Вот что за фигня? Всегда зимой. Летом зиму хочется. Зимой лето. Так, давай. Все. Братан. Я понял. Гляньте, как не убирает свой гребешок. Вова. Раз, два, три забыл. Чего ты там? Я говорю, раз, два, три. Буду чуть забыть. Повторой. 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 Чего? 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 Здрава. Что-то вот здесь такое местечко понравилось. Попробую, можно, так покидать? А то, конечно, оно понятно, когда грестит и это. хорошо ох ты видел? да, выпрыгнуло офигеть, у меня прям камера была на этом моменте интересно получится замедлить, нет? сука да, чё-то она дурканула чё такое-то? чё такое-то? поймала поймала? да чё там? чё-то маленькая какая-то, карасик чё-то ты мне пацан просто в ребро бьёшь о-о-о это у меня профессионализм просто пэ профессионализм видишь, сама совпадает да-да как бы водоросли святались брелок ещё один себе на сумку да, ты вообще профессионал, чё тут говорить не, я хочу попробовать ещё кинуть разочек ой-ой-ой, как летит, как летит ладно, может пока половить я поеду должна влупить, блин, какая-нибудь рябина, блин, вообще никто не хочет ловиться, офигели вы не, ну чё мы, блин, конечно, половили окушко, не, ну так забавно, но это... обидно, забавно, да? забавно, но... да, щука? и куда все уехали? Жень, щука приходила и чё говорит? говорит, что все в отпуска уехали блин, есть, есть, есть щука, вот, это она ух... хахахахахахахаха они от меня вышли, пу и его поймали блин, слушай, ну как ощущается удар, я вообще даже не смотрел Жень, это она от меня вышла, это которая пришла нам рассказать со что там происходит, да? ха-ха-ха Dios отпустим, да Πα噢 конечно отпустим, чё мы будем ну, это повыше, да, такой... это же самый лучший Шнурочек такой, да, сегодня. Она выходит, значит. На пороге ее женят, полаймала. Она только с тобой побазарила, да? Щук, ты мне больше не попадешь. А, все, освободил. Фух. Ладно, Щука Ивановна, приходите еще. Немножко, конечно, кровушка у нее, ну ничего. Заживет, как на собаке. Давай, плыви, ты чё, глянь. Кайфово отпускать рыбу. Пошла. Я же тебе говорю, я почувствовал, как надо играть этим сфингом. Ты, глупец, я тебе говорю, Щука Ивановна приходила. И ты сразу вышел ее в крык-рык. Ладно, чё, ребят, на этом, наверное, заканчиваем рыбалочку уже 12 часов дня. Жаришка, подплыли как раз к машине, у нас стоит наша машинка. Не правда? Да. Ничего, все скоростные. Да, ну такие дела. Тань, ты чё скажешь? Хорошо живет на свете. Тебе и не полно. Сегодня рыбу какую-нибудь будешь показывать? Нет, сегодня рыбу, чё, уже все закончили рыбу. Да, кого у нас осталось? Щуку показывали, окуня показывали, карпа показывали. Ааа, знаю, кого они показывали. В комментариях отгадайте, кто это был, да? Да. Ну что, ребят, вот такая вот тут красота. Просто слов нет. Все зелено, несмотря на то, что август. Ну а мы поехали домой, уже собрали машинку. Вон Татьяна там чё-то собирается. Татьяна. Рыбачкой. Татьяна рыбачка великая. Чё скажешь, Тань? Я хочу сказать. Ладно, я на самом деле, мы с Женей опять поспорили у нас с ним. Спор открылся. А он мне говорит, помните, в прошлом видео я говорила, типа, вот 500 лайков, 500 лайков это не вариант. Сейчас он мне говорит, я говорю, ладно, мы начали обсуждать. Я говорю, ладно, ты говорил, 500 это не вариант. Он говорит, ну вот тысячу с таким количеством подписчиков не вариант. Он вообще на самом деле не верит. Не верит в то, что мы интересно снимаем, что людям хочется смотреть нас. Вот, а я верю, поэтому давайте докажем этому. Негативно настроены этой молодёжи, что может быть и тысячу лайков и больше. Так что личная просьба, пожалуйста, поставьте лайки для того, чтобы Евгению доказать, что с 5000 подписчиками, такими хорошими, верными и активными, как вы, мы можем это сделать. Вот, ну а сейчас мы поймали щучку, поймали окуня. Вот, маленьких щучек всех отпустили, поэтому снимать нечего. Маленьких мы не берём. Вот, мы таких килограмм на 10 только. Вот, поэтому тогда до новых встреч. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова